Мусковато, но и хорошо. Ну да, очень приятно. Да, вот так называемый. Думаю, что тут забито. Не больно, но все равно хорошо становится. Вот пришло. И вот тут же хрустит. Как я и говорил уже. Хрустит. Забито. Тут тоже. Эти мышцы укорочены. Они должны быть лучше. Сантиметра на три. Ого. Да. На двадцать точно. Сколкались с подверг. Укоротились. Вот потому и кровообращение нарушается. Хваток. И все нарушается. Слева. Скоро. Скоро. Класс? Очень. Очень? Сейчас будем. Сейчас. Хорошо. Я подробно. Раз. В голову. Вовсюду хрустит. Слышишь. Цифры. Цифры. Может, если детей такое. Цифры. Нет, семь. Цифры. Восемь. Только в голову, никуда не шли. Только в голову. А, нет, в конце уже и в руки. Да, 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 да. Прошу, пожалуйста. Секусянский. Читает? Да. Секусянский. Секусянский. И то наше слово. Десять. Одессу. Но я пошла. Опять? Круто. Не ты говоришь. Я глупую. Да, мне настроение за дубами се. Просветлить в глазах. И что? Чего ты смеешь? Вот девочку везет из пяти хат, девять лет, и она так бочком завезет, а так ходила. Да, и плачет, все равно плачет, просто так плачет, говорит мама, и все. И раз зробил ей пару сеанс, раз в ней настроение добавилось, улыбаться начало, на второй сеанс. Она смеялась сутки, все мышцы болят, чтобы она не улыбалась вообще, а тут непривычка, хохотуха, и все. Каждый сутки хохотала, потому что мышцы все болят. У меня сразу опять сделаю, опять у нее еще душе настроение поднимается. А тут она стала маленькой дерево, и затягнула бочком хохотуха. Таких историй могу не рассказывать, не побери, что такое происходит с людьми. Это в детском время наследцы появляются настроение. Зачем она хотела улыбаться. Вот это добавлась только на другой день. Такое мне сказали, что добавлась, чтобы увидели там кто-то. У нас еще был угрюмый мужик. Ему 60 лет. Он всю жизнь у него болела голова. Он не спал, там часа в четыре только пять засыпал. Кричка угрюмая, он никогда не улыбался. Пошел, полечился, чуть-чуть походил, уже начал улыбаться. И до сих пор он был нормально. Фермером сталося. А тут тормозил так, чтобы просто попал у 60 метров. Может не дим, может не. Объясняю тебе. Рассказываю. А если подлечить хорошо, то дим надолго хватало. Чтобы ты знал. Потому что ты же не знаешь, как он работает. Я же с практики знал. А людям же что? Надо работать и убиваться. Зарабатывать деньги. Сидеть в халяске. Снимаю видео в больнице. Ну, инсульт у него был. Я его ему в одну сторону. Только балакать может. Он на халяске снимает. И рассказывал, что вот я там. И хотел машину, и хочу идти. И мне надо. Не спал, не отдыхал. Убивался работой сутками. Я думал уже, что... Ну, знал, что может таке случится. Но не только не со мной. Так вот уж. То, что болит, то все, что бухает. Но от последней нехватки кислорода. И от того, что у тебя пульс 100. Сейчас тебе смирь все работает. Чтобы ты поняла, что такое суток пульс. Как тебе плохо. Хотя тебе такого уже нельзя рассказать, что тебе по месту я так. Потому что надо вернуться. У меня нет. Так вот, смотрите. Сердце отпуска нет. Что такое 60-70 пульсов? Сердце качает кровь. Он отдыхает. Отпуска нет. Так вот, оно отдыхает колодие. Если пульс 60-70, то раз, ток подался, оно сократилось. Через секунду, то есть, кровью закачало. Через секунду отпустило электричество. Раз, оно выпустило. И опять через секунду. То есть, 60. Вот так оно качало. А в тебе вот так. Чук-чук-чук-чук-чук. 90-100. То есть, оно отдыхает, когда выкачивает секунду этого отдыха. А в тебе не может, оно не может закачать полностью. Не может выкачать. Вот так вот. И постоянно сердечная мышца напряжена. А она тоже вся в венах, и в артериях, и в капиллярах. Она должна питаться. А в тебе все время напряжена. Так вот, по этой причине, если будет такая вот такая, она не питается, у нас стоит некроза и инфаркт. Понял? Это сильно. Никто не расскажет. Может кто-то расскажет, только надо найти, кто это тебе расскажет. Доброе, где тебе? И скажет, так, это тебе сейчас я ставлю, тогда мы прибьем не будет. Нет. То сердечную мышцу прибьют, и она все равно не будет качать тебе, и не хватает тебе мозга кислорода еще лучше. А за то, что постоянно не хватает мозга кислорода, из-за этого инсульта. Так вот инсульта есть два. То есть, что лопается сосуд, ну от великого давления. И второе, то есть, что просто хроническая недостаточка кислорода. Так только 20% от того, что лопается, а 80% от того, что хроническая недостаточка кислорода. Понял? И если не будет последовательно докачивать, то такое может быть. То есть, пугай, чтобы ты лечился. А его можно нормализовать, вот таким образом, как я делаю. Так я же лечу. Так лечу, 3 сеанса, 4. А я же прыгаю, я же не... Пройду. Никуда не леваюсь. А в новой девайке появляется, все что-то куда-то. Подожди. Прыгай на стопку. Ага. Потом все, а тебе куда-то надо ехать. Потом все что-то. Я такая понятная, что у меня что, где-то заболит, и сразу болит. Так там это не лечить. Ну вообще вот такая. Понятно, кого бы они скинули, так и да. У него летят сразу переживать. Так вот я тебя пугаю, чтобы ты переживала. Так я тебе правильно рассказываю. Надо сделать, чтобы пуль 60-70 был. И чтобы сердечное место отдыхало. И чтобы тебе хватало мозга кислорода. И тогда ты будешь жить, и не будет паникой в тебе. Ничего такого. То-то не будет вот так, пл bats. Продолжаем.